ДТП со смертельным исходом. За сутки в Дагестане в нескольких ДТП погибло 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. Трагический конфликт поколений. В Хасавюрте 29-летний мужчина забил до смерти своего отца, передает Следственный комитет Дагестана. Тайник в запасном колесе. Около килограмма синтетических наркотиков нашли оперативники в Махачкале при осмотре машины. За сутки в Дагестане в нескольких ДТП погибло 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. Рано утром минувшего дня страшная авария произошла в Хасавюртовском районе. 29-летний водитель Приоры из-за несоблюдения дистанции столкнулся с движущимися впереди КамАЗом. В результате погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. В Кумтаркалинском районе произошло еще одно смертельное ДТП. 22-летний водитель Киарио на большой скорости врезался в дерево. Погибли водитель и его пассажирка. Еще одна девушка пострадала. Днем ранее в ДТП погибли двое мужчин в Бабаюртовском районе. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В этом году на дорогах республики уже погибло 223 человека. Из них 25 только в сентябре. Основной причиной совершения ДТП остается столкновение транспортных средств на встречной полосе. Вторым является наезд на пешеходов, где в основном именно водители нарушают правила проезда пешеходных переходов и не предоставляют преимущества в движении пешеходов. Пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем жителям, гостям республики, всем, кто неравнодушен к такому положению вещей. Задумайтесь, остановитесь, остановите тех, кто нарушает рядом с вами. В хазаверте мужчина забил до смерти своего отца, передает Следственный комитет Дагестана. Подозреваемый задержан. Им оказался 29-летний гражданин Азербайджана. Как передает ведомство, мужчина сначала нанес отцу множество ударов руками в жизненно важные части тела, а затем задушил его. Мотивы убийства пока неизвестны, но сообщается, что инцидент произошел в ходе конфликта. Тайник в запасном колесе. Около килограмма синтетических наркотиков нашли оперативники в Махачкале при осмотре машины. Запрещенные средства, схожие с препаратами «Федрон», перевозил 27-летний житель Ростовской области. Запасное колесо оказалось в буквальном смысле слова нашпиговано пакетами с психотропными веществами. Всего 928 грамма – это миллионы рублей. Со слов подозреваемого, товар приобретен в Ростовской области. Часть указанного злоумышленник уже сбыл и намеревался продать остальное в Дагестане. Мужчина доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит установить достоверность показаний задержанного и круг лиц, причастных к распространению наркотиков. Горы из пластика, стекла, бумаги, твердых бытовых отходов и прочего мусора растут на землях сельхозназначения. Так, накануне близ села Дарвак Табасаранского района несанкционированную свалку обнаружили специалисты Россельхозназора Республики. Как сообщают эксперты, гора отходов образовалась из-за отсутствия муниципального земельного контроля. В результате в отношении местных властей составлен административный материал. Глава администрации муниципального образования села Дарвак приглашен для составления протокола. В ходе проведения проверки были отобраны почвенные образцы, которые будут направлены на микробиологические исследования. В Дагестане прошел всероссийский форум «Поколение ЗОЖ». Открытие состоялось в Махачкале на территории ДГМУ и в Москве в режиме онлайн. На площадках форума собрались более 13 тысяч молодых людей и волонтеров в оффлайн и онлайн форматах. 50 молодых дагестанцев стали участниками мероприятия в традиционном формате. Посетил форум и глава Дагестана Владимир Васильев. Руководитель республики напомнил собравшимся о приезде в Дагестан и работе в республике заместителей министра здравоохранения России, а также главврача больницы в коммунарке Дениса Проценко, которые дали высокую оценку деятельности волонтеров. Понятие «здоровый образ жизни», по мнению руководителя региона, во многом определяется не только физическим здоровьем, а и духовным развитием, когда люди ориентируются на интересы общества и вносят вклад в общее дело. Для ребят, участвующих в форуме, была подготовлена насыщенная образовательная программа с рассмотрением вопросов о внедрении программ ЗОЖ на территории республики в рамках национального проекта «Демография». У нас 85 региональных отделений, и одно из наших сильных региональных отделений находится в республике Дагестан. Вчера у нас прошло достаточно большое количество мероприятий, мы говорили о том, как можно интегрировать волонтеров в систему здравоохранения, как они там могут быть полезны, как правильно и грамотно это сделать, чтобы и ребятам было полезно, они получали какие-то новые знания и навыки, и чтобы медицинская организация получала помощь в своей работе. В работе форума приняли участие не только представители органов власти, но и волонтеры. Напомним, во время карантина в республике были открыты штабы волонтерской помощи. Молодежь Дагестана в этот период проявила все свои лучшие качества – доброту, сострадание, стремление. По зову сердца прийти на помощь всем тем, кому это было особенно необходимо. Когда началась коронавирусная инфекция, получается, пошел работать в колл-центре премии здравия в дагестанском медицине. Катастрофа, получается. И периодически выходил на скорую помощь и на вызовы, получается, из-за того, что была нехватка врачей и медбратьев. Тем временем Дагестан возглавил рейтинг по приверженности населения к здоровому образу жизни. Об этом сообщают РИА Новости. В исследовании учитывались 8 показателей, включая потребление алкоголя и табачных изделий, ситуация с наркоманией, распространенность спортивных занятий и условия труда. Помимо Дагестана, в тройку по итогам прошлого года вошли Чечня и Адыгея. Напомним, Дагестан второй год подряд на первом месте. Эксперты объяснили высокие позиции регионов низким уровнем продаж алкоголя и потребления табака. В Дагестане завершился международный межрелигиозный молодежный форум. Он собрал около 100 представителей трех основных религиозных конфессий страны – иудаизма, православия, ислама. Участвовали молодые люди из разных регионов России и зарубежья. Форумчане в течение семи дней знакомились с культурой и традициями других конфессий. Для них были организованы тренинги, дискуссионные площадки, соревнования по различным видам спорта, интеллектуальные игры. Форум проходил на берегу Каспийского моря в Карабудахкинском районе. Уважаемые участники, я вас поздравляю с успешным завершением данного форума. Этот форум был направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание нашей молодежи. Этот форум поспособствовал укреплению межнационального и межконфессиональных отношений. Я думаю, те знания, тот багаж, который вы приобрели, вы будете использовать только для блага нашего общества. В церемонии закрытия приняли участие представители власти, духовенства и общественности. Для гостей и участников форума звучали стихи и нашиды. Им демонстрировали социальные ролики, а организаторов и активистов наградили благодарственными грамотами. Стоит отметить, что в рамках форума для участников также была организована экскурсионная программа с посещением культовых зданий различных конфессий, Махачкалинского исторического парка «Россия. Моя история» и музейных комплексов в Древнем Дербенте. В Дагестане также прошел фестиваль народных промыслов. В парке «Город мастеров» были развернуты шатры, в которых народные умельцы выставили свои изделия. Участниками его стали более ста мастеров из разных районов Дагестана. Кроме того, некоторые муниципалитеты организовали подворье с национальной едой, традиционной одеждой и выступлениями ансамблей. Состоялось и награждение победителей конкурса «Мастер «Золотые руки», который проходил в преддверии фестиваля. Им были вручены дипломы и денежные призы. Возрождение, развитие, а также передача навыков и своего мастерства подрастающему поколению – это в приоритете у нас. И со стороны министерства мы всегда будем поддерживать, организовывать такие мероприятия, субсидировать, грантовые поддержки все, чтобы для развития народных художественных промышленностей. Более ста архитекторов посетили древний Дербинт. Специалисты из разных уголков России собрались в древнейшем городе страны, чтобы принять участие в проектировании четырех городских парков. Для гостей была организована экскурсия по крепости, в ходе которой они ознакомились с памятниками наследия цитадели на рынке Алла и истории города. Архитекторы посетили магалы, побывали в Джума-мечете, ознакомились с объектами строительства – это древнее кладбище Кырхляр и пешеходный бульвар на улице имени Мабитбекова. Отметим, что воркшоп был организован управлением архитектуры администрации города консорциумом «Новая земля» при поддержке Марш-Лаб. 283-летний платан из Дербента продолжает лидировать в конкурсе «Российское дерево года». До окончания голосования осталось всего три дня, и чтобы ветвистый дагестанец с крепкими корнями не сдал свои позиции, призываем жителей республики отдать свой голос за наше могучее дерево. Этот зеленый символ Дербента растет во дворе Джума-мечети, построенной в VIII веке. Кроме того, он занесен в Национальный реестр великовозрастных деревьев России. Уникальность этого восточного платана заключается в том, что корни дерева выкачивают влагу из недр земли, тем самым поддерживая в сухом состоянии стены и фундамент мечети. Благодаря этому, по словам экспертов, Джума-мечети удалось продержаться без капремонта уже около 300 лет. Я призываю наших дагестанцев сегодня поддержать это дерево и проголосовать за него, как оно поддерживает стены мечети в Дербенте уже 283 года. Мы надеемся, что выиграв конкурс «Российское дерево года», мы достойно представим Россию на европейском конкурсе. Я думаю, победа как в российском, так и в международном конкурсе – это дополнительный повод заявить о себе, привлечь туристов, и это место станет дополнительным излюбленным местом посещения туристов. Проголосовать можно на сайте «Российское дерево», затем перейти в раздел конкурса и отметить платан «Восточный», который находится под номером 6. После поставить галочку в окошке «Я не робот» и нажать кнопку «Голосовать». Дагестанский боец Шамиль Амиров завоевал чемпионский титул организации «Файт Найт Глобал» в полусреднем весе. Поединок 24-летнего коспичанина с Дмитрием Бекрёвым возглавлял турнир этой организации в Москве. Бой завершился в третьем раунде, когда Амиров ударом колена нокаутировал своего соперника. Для дагестанца, представляющего бойцовский клуб «Крепость», эта победа стала пятой по правилам ММА. Отметим, что он является победителем первенства Европы по вольной борьбе. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин